Так, лекция в моем любимом жанре комментирования картинок, которые случайно накиданы в презентацию, вот, собственно говоря, об этом речь и пойдет. Вот, на самом деле, X-XI века, то время, которое реконструирует большинство собравшихся на фестивале, это такой рубежный момент, который для многих больших исторических явлений демонстрирует довольно невнятную картину. Вот такую невнятную картину он демонстрирует и для разных проявлений христианства. Значит, в прошлом году с коллегами на Гнездово мы обсуждали культ мощей, да, и приемлемо ли вообще, ну, там, ношение энклопиона в костюме, да, значит, вот, эпохи викингов, да, то есть ношение реликвария с какими-то реликвиями, естественно, да, с мощами в первую очередь, вот, или какими-то там реликвиями второго порядка. Очень бы хотелось презентацию увидеть, никак это нельзя устроить. Скотч, конечно, здорово, скотчем можно починить любую лекцию, но вот. Так, а листать? Что-нибудь есть для этого? Супер. Сейчас я все сломаю. Так, красная кнопка мне очень нравится. Прекрасно. Так, что делает эта кнопка? Листает, например. Так, не листает. Или туда надо тыкать? Ага, сюда надо тыкать. Получается. Так, ну, видите, тут такая провокационная картинка, ставкирка, да, которая вообще на Руси, конечно, совершенно не в тему. Казалось бы, но все сложнее. Ну, так вот, возвращаясь к невнятным явлениям, вот культ мощей, да, когда он зарождается, ну, где-то в 11 веке он зарождается, когда эпоха викингов как будто бы в нашем понимании уже подходит к концу. Вот, хотя, с другой стороны, в европейской историографии принято выделять длинную эпоху викингов, долгую эпоху викингов. Я так понимаю, что я уже повторяюсь, да, с предшествующими людьми, мы просто в последнее время много на эту тему думаем. Вот. Значит, то же и с христианством. Мы понимаем, что крещение Руси – это конец 10 века, при этом материальное проявление привычных нам вот всяких христианских дел, а вот церкви, а вот фрески, а вот там нательные кресты в могилах. Вообще какие-то могилы нормальные на вид с точки зрения христианина мы в 10 веке не наблюдаем, да, там, вот в 11 они появляются, и то не в первой половине 11 века, да, то есть это все как бы к самому финалу эпохи. Поэтому сейчас предлагаю как раз вот обсудить, да, там, ну или поговорить, да, в первую очередь мне о том, что вообще можно уловить, то есть какие есть проявления христианства на этом вот очень раннем этапе, да, то есть мы понимаем, что там в 15 веке у нас все, что будет уже, там, хочешь ересь, хочешь книги, там, рукописи, что угодно, вот. Значит, ну, первое проявление, да, это культовые постройки. Мы понимаем, да, что принятие христианства подразумевает принятие целой структуры, которая будет интегрирована в общество, да, это церковная структура, что церковью будет называться не сколько здание, а сколько община, да, а церковь – это вот все, кто, значит, на эту службу ходит, вообще не состоит, друг друга поддерживает, всякими такими делами, какими-то социальными, больше, чем религиозными, даже занимается. Вот, у церкви есть материальное проявление – это здание, да, здание. Вот, первое… Упс, так, картинка не про это. Вот, значит, ну, понятно, что первое легендарное здание – это Десятильная церковь, которая возведена была в Киеве, и, конечно, на наших дней она не дошла, да, поскольку в XIII веке, в общем-то, она разрушена была. Вот, значит, фундаменты ее существуют, то есть это не мифическое что-то легендарное, легендарное в смысле, понятно, что все знают, так сказать, с школьных времен это название, реконструкция ее архитектуры вполне известно. Значит, вопрос здесь в чем, да, сколько человек могло ее посещать, да, вот мы говорим, Русь была крещена, сколько человек посетил Десятинную церковь, да. Вот, но поскольку церковных отчетов того времени мы не можем, так сказать, изучить никаким образом, вот, то у нас действительно возникает такая картина с огромным количеством лакун. В свое время Валентин Васильевич Седов взял, да, по письменным источникам нарисовал такую картинку распространения христианства на Руси. Кружочками он обвел те города, где были явно епископии, да, значит, квадратиками отметил те города, в которых письменными археологическими материалами зафиксировано церковное строительство в конце 10-го, начале 11-го, вообще 10-м, 10-м, 11-м, вот, и те места, где обнаружены были маркеры христианства в виде атрибутов, да, крестиков, образков, ну, больше крестиков, конечно, вот, и, видите, такая вышла, ох, все, христианства не будет, если кто-нибудь меня спасет, будет здорово, смотрите, магия прямо у нас, как Константинов крест, экран упал, а картинка осталась, вот, в принципе, можно и без экрана. Значит, и картина получилась, видите, с огромными проплешинами, не потому, что так было, а потому, что мы очень плохо это знаем, то есть оно отразилось в письменных источниках мало, более того, оно в материальной культуре отразилось мало, вот, поэтому, делая эту огромную, толстую оговорку, значит, мы говорим только о том, что нам достоверно известно, либо о наших гипотезах, вот, то есть, конечно, мы понимаем, что, наверное, церковная сеть-то должна была охватить все города, а со временем, как будто бы и все села, да, но знаем мы об этом примерно ничего для огромного количества территорий. Значит, так, не туда я листаю. Вот, значит, ну, естественно, да, Десятинная церковь, ну, это общеизвестные вещи, наверное, можно не рассказывать, она была каменная, архитекторы полагают, что, возможно, план был сначала построить базилику, потом получился крестово-купольный храм, хорошо известный нам, опять-таки, тоже, в общем, большой, так сказать, классический. Вот, да, классический в этом смысле слово. Значит, и мы понимаем, что дальше появляется череда соборов Святой Софии, да, со временем, действительно, самые ранние из них возникнет в XI веке. Я вам не мешаю? Вот. Какие долгожители, боже мой. Вот. Особенно в Полоцке, вот. Значит, короче говоря, но, значит, здание зданием, да, вот привычное нашему глазу убранство, оно появится уже после эпохи викингов, да, то есть получается, что за нашу эпоху это дело как будто бы выходит. Вот. Значит, и главный вопрос, да, который мучает при этом, да, мы знаем вот эти большие здания, а вот эта вот церковь повседневности, вот эта вот церковь повседневного древнерусского человека, она вообще какая? Да, мы понимаем, что Русь в целом деревянная в это время. Значит, какова она? Одну подсказку нам дают раскопки городища Старая Рязань, да, у Даркевича есть такая замечательная книга, эмоционально очень написанная, популярная, «Путешествие в Старую Рязань», где он описывает, как бы, в каком виде это городище осталось после нашествия монголов, там всякие коллективные захоронения и могилы, которые образовались, не могилы фактически, а места гибели, да. Вот, значит, ну, книжка хорошая, но не припухи викингов. Что нам важно? Что там, во всей видимости, священник погибает у здания какого-то деревянного бревенчатого, в общем-то, очень похожего на обычную избу, но со следами побелки. Видимо, это и есть вот этот самый облик вот этой церкви, такой не то что сельской, да, а скорее обычной городской, который до наших дней не доходит. Значит, и еще один ответ на этот вопрос дают раскопки Ивана Игоревича Еремеева в Усвятах. Опс, так, вернемся к этому. Значит, собственно, слайды из его доклада, да, еще не опубликована статья, но, во всяком случае, эту версию он публично два раза уже в этом году, значит, озвучил, что он обнаружил крупную столбовую постройку, которую в первую очередь ассоциирует с каркасными церквями Скандинавии. То есть второй, видимо, вариант этой деревянной церкви, это не срубная постройка, а вот такая каркасно-столбовая, прекрасно известная нам по норвежской этнографии и по немногим сохранившимся материалам. Значит, на самом деле церквей эпохи викингов, сохранившихся в Скандинавии деревянных, тоже нет, да, древнейшая из них, это ставкирка в Урнесе, она очень хорошо нам известна вот по этой резьбе чудесной, если бы оно еще переключилось, было бы замечательно. Вот эти картинки все видели, потому что это стиль Урнес, это резьба как раз на панелях этой самой церкви. Вот, так что вообще, ну что же ты будешь делать-то? Вот, на заднике смотрите. Значит, два таких вот образа деревянного здания мы вправе себе вообразить в качестве первых, в качестве проявления вот этих вот первых каких-то христианских веяний, потому что, конечно же, в первую очередь они не крестики на себя напяливали, они начинали ходить на церковную службу, участвовать в таинствах, и, в общем, это такие элементы нематериальной культуры. Ну что мы будем делать? Стоит, говорит, стоит, но не туда. Вопрос давайте в конце, мы как бы не вдвоем тут. При этом, конечно, я не призываю экстраполировать скандинавские стили на Русь, мы говорим в первую очередь о конструкции. Так, спасибо. Значит, что касается убранства церквей. Где и через какие образы постигалось христианство жителями Древней Руси? На мой взгляд, для них вот эти вот каменные большие церкви с росписями и мозаиками были что-то наподобие первого телевизора. Это было коллективное место, куда они приходили. Им там всем говорили одни и те же нормативные вещи, учили их жить. И показывали это все в картинках. Поэтому безумное сравнение, оно напрашивается. То есть действительно, те краски, которые житель Древней Руси мог наблюдать в церкви, наверное, в таком количестве, сгущенном, он не мог наблюдать нигде. Это для него диво, конечно, было. Для сельского жителя и подавно. Но сельский житель, наверное, не сильно часто мог попасть в город. Но и для городского жителя тоже. У него довольно пресное было окружение в смысле цветов. Понятно, что на фестивале мы тут довольно нарядные все. Наверное, надо поделить это, разбавить какими-то более сдержанными красками. Речь идет о тех образах, которые представали для жителей Древней Руси в мозаиках и фресках этих самых первых церквей. Про Десятильную церковь мы тоже знаем, что она была расписана. Другой вопрос, что росписи ее не сохранились. Замечательные копии сделаны были Дурнаво. И единственные немногочисленные фрагменты после этих копий мы уже можем наблюдать в учебниках по искусству. Это византийская школа, конечно, иконописи. Тут речь о становлении каких-то русских художественных школ еще не идет. Русские художественные школы начнут зарождаться в XIV-XV веках, а расцвет свой получат в XVI. Раньше все-таки хотелось бы, но нет. Наверное, кажется мне, что особо их поражали мозаики, поскольку это было совершенно неблекнущее искусство. И они сияли. Этого не видно на слайде, но вот этот замечательный Христос-Пантократор, значит, он имеет золотой фон, но и фактически, попадая в это пространство, они были, наверное, я думаю, поражены этими золотыми сияющими стенами. И образы, не избалованные вот этими яркими образами, наверное, они воспринимали на таком мистическом уровне. Ну, кажется так, во всяком случае. В голову мы им залезть не можем. То есть на самом деле можем, потому что костики-то их доступны для изучения, но это нам ничего информативного не даст. Значит, ну, совсем не видно ничего, но это, собственно говоря, замечательные уже росписи Софии Киевской. Они-то как раз существуют. Значит, в том числе и изображение Аранты, наверное, самое знаменитое. Вот, даже надписи там все еще греческие, что очень хорошо маркирует эпоху перевода книг, поскольку этот процесс непрерывный. Вот, кажется, об этом сегодня тоже кто-то будет рассказывать. Вот, значит, и мы понимаем, что первое восприятие было таким, знаете, как к ребенку, что говоришь, он то и запоминает. То есть, наверное, они, первые христиане, были нисколько неграмотные, сколько совершенно двухъязычные, трехъязычные. Они могли воспринимать латинский текст, который был в их распоряжении, греческий текст, даже иудейский текст. Сейчас все больше исследований выявляет эти источники в работах книжников древнерусских. Ну ладно, тогда эти картинки пролистываю, потому что тут все равно ничего не понятно. Ну, собственно, да, вот эти расшифровки греческих текстов как раз видны. Вот, значит, что важно, да, что древнерусский человек получал все вот это наследие образов, да, и это наследие не было примитивным. Они получили такую, да, вот прививку, простите за прошлое слово, да, от очень развитой культуры, развитой в богословском, философском, художественном отношении, социальном, разумеется, тоже отношении. То есть им достались сразу произведения искусства высочайшего класса. Они с ними столкнулись и вынуждены были жить вот в соседстве с этими образами. Так, значит, ну, собственно говоря, да, тоже картинки. Вот, тоже из Софии. Вот, естественно, подсудить о том, насколько они им полюбились, мы можем по развитию ювелирного дела, потому что, собственно говоря, базаичное искусство и перегородчатая эмаль мгновенно входят в моду среди представителей элиты Древней Руси. Они хотели это все унести на себе, да, иметь у себя, вот, и как раз замечательные эти византийские произведения искусства проникают иногда даже в самые удаленные уголки, да, вот как раз замечательный медальон из, значит, городища в Беларуси, да, значит, но, опять-таки, да, тоже говорила, конец XI века, да, для X мало что можно показать. Значит, что касается фресок, да, что касается фресок, обычно, когда мы изучаем искусство, у нас получается, что фрески отдельно, мозаики отдельно, вот, но создавая храмы, мастера не разделяли это все, у них фрески поддерживали мозаики, мозаики поддерживали фрески, все это поддерживало образный ряд. Значит, обычно мы говорим об иконографической программе какого-то храма, да, то есть у него есть некая философская задумка, ты приходишь в него, смотришь на изображения, да, если ты постоянно ходишь туда на службы, то ты, в конце концов, знакомишься со всем образным рядом, более того, священник тебе рано или поздно дает пояснение по всему этому ряду, у тебя складывается определенная картинка. Почти у каждого храма есть заказчик, ну, собственно, у каждого храма есть заказчик, просто он коллективный или индивидуальный, и он обычно тоже заказывает эту иконографическую программу, обычно это какая-то идея, которую хочет он донести, да, то есть мы, будем честны, довольно социально предвзяты в трактовке этих иконографических программ, это у нас такое наследие советской историографии, то есть чаще всего мы говорим о идее сильной княжеской власти, еще каких-то там идее воздаяния за неправедное житье, что-нибудь вот такое, идея могущества церкви. Конечно, с богословской точки зрения этот спектр довольно шире, да. Понятно, значит, нужно что? Что первые храмы, они старались, конечно, объять необъятное, да, то есть, в общем-то, раскрыть все идеи, значит, и в первую очередь воздействовать в такой традиции, ну, христианизации варварского государства, да, у Византии был богатый опыт христианизации варварского государства, Русь для нее, конечно, ничем не отличалась от других государств, это вполне видно и по письменным источникам, и по строительству. Так, не туда я листаю. Значит, к сожалению, да, фрески очень уязвимы, да, и если мы посмотрим, да, на вот эти вот замечательные древнерусские росписи, которые видны в Софии, то практически все они подверглись поздним записям, да, и мы видим там, ну, максимум тот же набор изображений, но никак не можем познакомиться с тем, что видел древнерусский человек. Оно все замазано поверх. Вот, поэтому только благодаря золотым ручкам реставраторов иногда в некоторых частях можем мы вот с этим познакомиться. Ну, собственно говоря, то, что более темное, это поздние записи, а то, что блюкло, это пострадавшие фрески. Ладно, тоже тогда я это пролистаю, потому что трудно комментировать то, что вы не видите. Значит, что касается икон. Интересный вопрос, да, были ли у них иконы-то в дому, да, вот что они в X веке заходили, красный угол, пух, значит, так сказать, к жене нельзя прикасаться при этом всем. Нет, нет. Значит, иконы редкость вообще в эту эпоху. У нас церковь расписная, нам иконы там некуда вставить. Значит, в это время еще низкая алтарная преграда, низкий иконостас. Нет вот этих вот высоких, значит, таких сооружений, да, многоярусных, куда требовалось бы множество досок, да, значит, собственно, иконы досками называли, совершенно не в ругательном смысле слова. Вот, плюс вопрос сохранности, да, что до нас дошло, это слезы, да, единицы, буквально. Значит, ну, существует легендарная икона апостола Петр и Павел, считается, что она изначально, у нее богатая музейная история, да, там она приключалась в разных местах, считается, что изначально все-таки она происходит из Софийского собора Новгорода. Значит, тут две ростовые фигуры, тоже совершенно зрелое византийское искусство, классическое, красивое. Вот, значит, видимо, те иконы, которые могли попасть на Русь, это вот такие произведения искусства, то есть речь пока о примитивах местных не идет. Значит, ну и буквально еще один, о, есть совсем невидимый для вас памятник, но тут, кстати, удачно выделяется единственный квадратик с головы Христа. Вот, значит, вообще, это известная икона Дмитрия Солонского, вот, значит, большая ее часть все-таки указывает на искусство XII века. У нее есть оборот. Ее оборот — это богоматерь Адигитрия. По большей части все, что там есть, это XIV век, но под ним, вернее, все, что там есть, XIX век, а под ним там есть XIV век, а еще под ним есть что-то еще более раннее. Вот квадратик с головой Христа, да, значит, который расчистили реставраторы, это, по всей видимости, самая ранняя роспись, и здесь мы тоже видим зрелое византийское искусство. Вот, значит, их ничтожно мало, конечно, потому что история Руси сложна, да, то есть монголы, тут всякие другие проблемы, да, значит, это пожары, мор, значит, там, что тут у нас еще там, чума, война, неурожай и другие всадники апокалипсиса. Так, значит, иногда бывают все-таки чудеса новых открытий. Вот, значит, ну, опять пардон за картинки. Значит, в Пскове при раскопках некрополя камерного Пскова, это открытие 2000-х годов, была зафиксирована доска с красочным слоем. Значит, это, конечно, вызвало фурор, потому что была надежда обнаружить древнейшую икону Древней Руси, но нет, нет, ее расчистка показала все-таки, что это орнаментальная композиция, но действительно христианского толка. То есть, скорее всего, это такой, значит, снизу там аналог приведен, монограмма Христа, да, такая хризма, вот, которая, по всей видимости, нанесена была на предмет мебели или на декор гробницы, там такая крупная камера погребальная, то есть там не групп, в котором покойник лежал, а целая комната со всякими вещами. Вот, значит, и перед глазами у покойницы, у покойника, вот, какое там погребение по счету, вот, значит, да, у покойника, вот, была эта композиция. Вот, то есть, в общем, в этом смысле это тоже проявление христианства, не икона, но некая роспись такая, причем сделанная не в церкви, а в сооружении, предназначенном для погребения. Есть о чем поразмыслить. Значит, поразмыслить, знаете, о чем можно? О том, что в XII веке любое помещение в могилы крестов и иконок будет запрещено, будет запрещено церковью. Вот, и, видимо, это такая последняя. Видимо, полюбили они это делать, да, но, как вы понимаете, при трактовке норм мы всегда задаемся вопросом, это стало запрещено, потому что все любили это делать, но кто-то считал, что это плохо, или потому что общественный какой-то договор привел к тому, что все решили, что не нужно этого делать и запретили на законодательном уровне, мы никогда не знаем наверняка. Вот, но следы того, что они клали в погребение вплоть до, ну, если не икон, то близких к тому изображению, мы видим, да. Значит, дальше следующее проявление, которое фиксируется в материальной культуре, да, это находки литургической утвари. Значит, собственно, готовя эту лекцию, я как раз думала, для кого я ее читаю, это про что я рассказывать вам буду, про духовность, прости господи, или реконструкторам я буду рассказывать про те штучки, которые они могут в свои комплекты и в свои, значит, вот лагеря внести, да, 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 кричат они, ну, ладно, к этому мы и будем склоняться. Вот, значит, сейчас будут ужасные, ужасные будут срывы покровов, значит, и так литургическое утвари, ну, что такое литургическое утвари, чем свет в церкви поддерживать, что нужно для проведения самой церковной службы, куда вино налить, куда, значит, там, вот, собственно говоря, святые дары положить и так далее. Вот, они нам при археологии достаются в небольших количествах, куда ты листаешься. Значит, ну, во-первых, это разнообразные кресты внутри церкви, запрестольные, осениальные, значит, и, соответственно, процессионные. Вот, те немногочисленные находки, которые у нас есть, это прямо классические процессионные византийские кресты, у них такая форма трапециевидная, такие расширяющиеся. Надо сказать, что провинциальные нательные кресты византийцев тоже имели такую форму. На Руси их не богато, то есть это как бы, ну, всякие юга наши, да, и соседские в первую очередь, где они находятся. А на Руси, конечно, вырабатываются потом нательные формы крестов свои собственные. Вот, ну, вот к ним я тогда как-то про них предметнее поговорю. Вот, ну, в общем, процессионные кресты действительно в X-XI веке уже существуют, металлические, и, скорее всего, деревянные, которых мы не видим и не увидим никогда, потому что они не дошли до наших дней. Так, далее. Значит, ну, такой формы, такой, а еще совершенно не видно. Это тоже из доклада Еремеева в Усвятах, урочище Юрьевы горы нашли такую втулочку от креста, которая очень похожа на ирландские кресты. Вот, так что, возможно, вот эта художественная традиция тоже имеет длинный хвост, долгую вуаль, которая к нам тянется. Значит, что касается колоколов. Нет у нас ни одной находки древнерусского колокола, а жаль. Но выглядеть они могли бы таким образом, если они, так сказать, вам видны. Это колокол из Моравии. Вот такие похожие, я не знаю, на что, на рынду колокольную, колокол корабельный. Вот, пузатенькие колокола, небольшие довольно. Наверное, это выглядело так. Можно реконструировать и всех доставать в лагерь. Так, это накладки на что-то там, на реликварий. Вам их тоже не видно. Свят, свят, свят. Вам видно, что это? Нет, отстой. Хорошая версия. Так, это были любимые реконструкторским сообществом воронковидные кубки, из которых все пьют алкоголь. И про которые не время от времени робкие кто-нибудь, связанные с академическими кругами. Люди говорят, дорогие реконструкторы, а может, это лампады? И все кричат, нет, я пью из этого вино уже 10 лет. Какие это лампады? Не может быть. Вот. Значит, надо сказать, что в историографии идет, конечно, не в таких выражениях, аналогичный спор. Значит, с V века это все встречается, добро повсеместно. Значит, первый раз они появляются в державе Гермонариха, то есть это вообще черняховская археологическая культура. Там они трактуются как кубки. А вот когда какая-то христианская, там возникает возможность, ну, собственно говоря, там тоже возникает христианская, вероятно, традиция, просто плохо уловимая, то это уже, конечно, классический византийский. Памятники. Вот. И сейчас о них уже специалисты пишут, что это стеклянные сосуды, которые использовались для наливания масла и освещения, и для причастия. Так что можно сказать, что в академических кругах наступил мир на эту тему. Хотите, пейте вино, хотите, освещайтесь этими воронками. Они бывают не только этих воронкообразных форм, которые в бирке, по-моему, есть. Да, значит, они бывают вот с такой грибовидной ножкой снизу, с шариком. Вот эти ребята, по всей видимости, точно лампады. Вот. Хотя, в принципе, можно из них и выпить. Мне кажется, можно выпить из чего угодно. Вот. Ужасно. Не видно. Значит, есть масса убедительных, изобразительных источников, которые показывают, что из них и пили, и использовали их в предметах освещения. Большинство источников на предметы освещения, естественно, более поздние. То есть, они подряд здесь, в основном в библиотеке Ватикана их значительное количество. Вон там над головой товарища, видите, такие три пупырки висят. Это как раз лампады. Так, не туда. Листа. Значит, здесь отдельное тоже изображение этих лампад. Их могли отдельно вешать, могли вставлять в такие круги металлические, они называются лампадофоры, вот, и получать целую люстру. То есть, на самом деле, появление этих предметов в быту, это тоже следы христианства. Вот. В той или иной степени. Были ли они переосмыслены? Мы не знаем. Вот. Значит, ну, в общем, действительно, очень много источников на эту тему. Что касается самих лампад, про которые мы точно знаем, что это лампады. Ну, собственно говоря, такие металлические чашечки на подвесках. И в каталогах археологических мы очень часто встречаем крестики от них. Крестики входили в состав вот этих цепочек. Вот. Ну, и реконструктор зачастую задается вопросом, можно ли такой на шею повесить? Да, в принципе, все можно на шею повесить, но вообще-то это деталь лампады. Вот. Вот тоже эти десятые фрагменты цепей, моросов, паникодил, значит, и другой церковной утвари. В первой подвеске, я думаю, те, кто занимается финно-уграми и те, кто занимается некоторыми, сейчас соображу кем, ливами из болтов, ливами, наверное, узнают что-то очень похожее на подвески, у ливов их больше всего. Возможно, они возникли под влиянием христианского искусства, были переосмыслены потом как изображение мирового древа. А может быть и нет. Тем не менее, вот такая связь художественная присутствует. Значит, сосуды для разных жидкостей, да, есть такие литургические сосуды для воды, литургические ведерки. В Мораве они встречаются, хозяйки реконструкторские, сразу же скажут, мне такое надо в лагерь, да, но это тоже штука из церкви на самом деле. Вот, тут уж вы в соответствии с собственной культурой поступаете. Вот, чудесные, иногда с такой птичкой на крышке. Значит, дальше ложки. Ложки. Значит, мы очень любим резные ложки, но Александр Евгеньевич Мусин убедительно доказал, что часть резных ложек это лжицы для причастия, на них кресты и другие христианские символы. Вот, собственно, прорисовки верхней, на которой ничего не видно, это находка из Новгорода, там две рыбы, несущие во рту кресты, да, значит, собственно, она же сбоку, там два изображения спасни рукотворного. Вот, а бывают такие ложечки просто с крестом на дне черпала, вот, и, наверное, скорее всего, это такая, ну, нехитрая с точки зрения материала церковная утварь, да, вполне возможно. Наверное, есть ее не надо. А может и надо, трудно сказать. Вот, не запретишь же людям. Вот, особое отношение к этим ложечкам проявляется в том, что довольно рано они стали превращаться и в сувениры, то есть в виде этих ложечек стали делать такие паломнические древности, довольно забавные, да, вот, собственно, они уже непригодны для использования, они плоские, но на них вот те же самые изображения, они оловянные вообще, вот, вот они могут входить вполне в набор, набор украшений или набор вещей каких-то домашних, вот, они тоже опубликованы, вот, еще бы я видела, в каком сборнике они опубликованы, кто-то, что-то, античные древности в средние века называется этот сборник, если я правильно его вижу, там вот эти ложечки есть, вот, значит, дальше, что касается книжной культуры, ну, я здесь чисто формально скажу, как про фрески, потому что нам это в реконструкторской среде не совсем актуально, вряд ли кто-то заведет себе рукописную книгу, вот, значит, важно понять, что, насколько быстро древнерусское общество познакомилось со всем книжным вот этим наследием, да, значит, по всей видимости, конечно, первоначальная передача знаний о христианстве была устной, люди приходили в церковь, и там кто-то вот со сцены, лапшу на уши вешал, как я вам сейчас вешаю, вот, значит, но, конечно, гораздо более полезную, чем та, которую я вам сейчас рассказываю, значит, перевод церковных книг шел постепенно, то есть, та Библия древнерусская, да, которая была у них, да, вот, 10-11 век, она была лишена ряда книг, да, там, сейчас я вам навру, но, по-моему, книгу «Исфирь» и какие-то еще ряд, ряд каких-то книг переводили позже, причем некоторые даже значительно позже, и они существовали отдельно, значит, то есть, неполный такой набор, но Евангелие было доступно им в полной мере, да, это мы хорошо знаем по как раз сохранившимся рукописям и упоминаниям о них, самое известное Евангелие, понятно, астробиного Евангелия, тут ничего не видно, но вы видели его на картинке в учебнике пятого класса, да, скорее всего, вот, значит, псалтырь тоже, естественно, была им знакома, вот, вот тут у нас есть прямо доказательства этого, безобразия вполне недвусмысленные, так, это и сборник святослава, прошу прощения, вот про псалтырь тоже не то, так, плохо без картинок-то, совсем плохо, значит, сейчас, минутку, долистаю тогда до туда, мало того, что не видно, еще не листается, так, конечно, так, так, про псалтырь, вот, замечательная находка в Новгороде была сделана, это Цера, восковая дощечка, восковая табличка, да, такая записная книжка многоразовая, вот, довольно большого формата, с современный планшет примерно, значит, там несколько страничек, собственно, несколько досок, часть из них, ну, не часть, а все из них заполнены полезным текстом, автор писал даже на полях, на деревянных, вот, и тот текст, который сохранился на поверхности воска, а воск довольно упрямый материал, если его не нагревать, то он там в культурном слое тысячу лет хранится довольно успешно, вот, поразительно, но так, как мы не умеем делать такой материал, а пчелы умеют, и вопрос, каким местом, да, они это делают, значит, и так там тексты псалмов, вот, тексты псалмов совершенно в канонической редакции, вот, то есть мы могли бы их принять за современный текст, вот, ну, история книжных справ, да, она довольно хорошо известна, потому что при переписке накапливались ошибки, так сказать, эти ошибки беспокоили церковные круги в разные времена, поэтому была эмиссия, собственно говоря, Геннадия по исправлению ошибок, была книжная справа Максима Грека, которая закончилась, так сказать, успехом, да, и вплоть до патриарха Никона, естественно, вот эта вот проблема возникала. Как в X-XI веке? Мы не знаем, да, мы не знаем, как это было, мы знаем, что они только-только напереводили эти тексты, и мы знаем, что они переводили разные тексты с разных оригиналов, то есть нельзя сказать, что весь комплект был переведен с греческого, то есть церковное предание, конечно, гласит, что Владимир там вывез из Корсуни все, что мог, значит, и сосуды, и попов, и книги, но лингвисты нам говорят, да, мы им доверяем в этом, что некоторые переводы несут маравские черты, некоторые там болгарские черты, значит, некоторые переводились с иудейских текстов, то есть эта история была очень сложной, вот, поэтому действительно какие-то разночтения тогда могли быть, но те тексты, которые доходят до нас, они там каких-то супероткровений по канонической части не дают, супероткровения есть в апокрифической части, поскольку вот это вот Новгородский кодекс, новгородские войсковые дощечки, они имели много слоев текста, да, то есть с помощью технологии, той же технологии, в которой в глубине металла находят, допустим, там сбитые источенные номера, вот с помощью той же технологии было выяснено, что там писалось на этом воске до того, как был сделан текст на поверхности, вот, там были выявлены неканонические тексты, в том числе и сочинения, сочинения о природе Иисуса Христа, о церкви и обществе, там, и тому подобные вещи, то есть вообще они были такие ребята рассуждающие, да, вот это вот интересное было такое открытие, то есть они не просто слушали, что им в церкви говорят, они над этим размышляли, что-то там придумывали себе, а, к сожалению, то, что они придумывали, они мало кому рассказывали и практически нигде не записывали, да, поэтому до нас доходят только такие отголоски, но в письменных источниках любое свидетельство ценно, да, ну, а в данном случае этот памятник эпиграфики для нас работает как письменный источник. Так, значит, кроме этого, да, проявить себя мог человек при заказе рукописи с помощью выбора тех текстов, которые он хочет себе вот в эту книгу для чтения. Так появлялись и сборники, нам очень хорошо известен сборник Святослава, да, собственно говоря, где были всякие благочестивые тексты, вот, которые, видимо, заказчик планировал перечитывать. Вот, но мы понимаем, что, ну, понятно, книга в Древней Руси это чрезвычайно, это невероятно дорогое приобретение, да, и поэтому какой-то выход этой культуры за пределы церкви или за пределы княжеского дома, он вот, редок, да, и практически невозможен, да, ну, там, боярской верхушки. Вот, значит, помимо текстов канонических, да, канонических, вот это вот христианского нарратива, который захватывает, на самом деле, довольно быстро мир образов. Эти новые образы более могущественных покровителей со временем начинают переходить в народную магию, появляться в народных заговорах. Тут я, конечно, тоже упрощаю, да, потому что настоящие записи, да, это графические народных заговоров мы имеем для гораздо более позднего времени. Вот, но, тем не менее, вот эта вот гремучая смесь, да, народных верований с христианскими образами, оно там присутствует, и, наверное, мы вправе экстраполировать какие-то явления на более глубокую древность. Опять-таки, сохранились церковные увещевания на эту тему, о том, что нельзя так делать, значит, наверное, они это делают. Вот, и с книгами, да, вернее, с этой книжной культурой приходит и законодательная культура, да, появляется кормчие книги, появляется номаканон, то есть появляется византийский свод того, что такое хорошо и что такое плохо. Это тоже приходит с христианством. Вот, что забавно, что в этих текстах зачастую присутствуют реалии, совершенно неактуальные для такой общественной и экономической жизни Древней Руси, вот, то есть совершенно какие-то византийские названия, византийские какие-то, ну, названия вот таких вот бытовых каких-то реалий. Но книги эти переписываются, вот эти кормчие переписываются, вот как есть, и, видимо, священники того времени, и церковные суды того времени соображали, что там является вот таким вот балластом, что ли, да, смысловым, а что является актуальной нормой, то есть они их не меняли, вот. Ну, такое проявление традиционализма. Значит, дальше, да, проявлением христианства было, естественно, появление новой группы людей, да, это священники, это духовенство, да, духовенство чёрное и духовенство белое. Что касается чёрного духовенства, то в целом считается, что монастырский бум это XII век, но первые монахи известны нам как книжники Киево-Печерской лавры, да. Значит, где за пределами этого культурного центра, вот, можно только гадать, да, собственно говоря, скудные упоминания этого есть в повести временных лет, которая создавалась, собственно говоря, там же, вот, и в Киево-Печерском Патерике, да, то есть мы узнаём, что они вообще куда-то ездили в какие-то другие центры, и, следовательно, там тоже были очаген логичной культуры. Вот, значит, что касается белого духовенства, да, если вернуться к этой теме структуры церкви, да, по идее, они должны были возникнуть везде, да, значит, позже в летописях, да, когда появятся местные летописи, мы будем видеть, что они вообще интегрированы довольно сильно были в общество, там, и торговали, и что-то не делали, и даже на битву иногда ездили там со своими односельчанами, да, значит, ну, в общем, не односельчанами, конечно, а жителями городов, вот, поскольку летописи в основном городскую жизнь нам описывают. Как эти ребята выглядели? Тут надо опять сказать, а мы не знаем. Вот, немножко знаем, господи, да что ж такое. Ладно, значит, картинки, которых вы не видите на этом слайде, это картинки из аминологии Василия, там довольно много сюжетов чудесных, и они проиллюстрированы изображениями лиц, которые в этих сюжетах участвуют. И там, конечно, среди них есть и представители разных иерархов церкви, священников, так сказать, ну, рядовых, и монашествующих. Вот, так что, если вы взялись за трудное, неблагодарное дело реконструкция священника, как же он выглядел, то, наверное, минология, это то, на что можно опереться, да, вот, их одеяния, только крик эти, соответственно, аммофор, что-то стало проявляться, смотрите-ка, чудо, чудо Господь нам явил. Вот, значит, ну, тут замечательные такие, если я правильно это вижу, то монахини, одна из них из пятки за носу достает, а слева, по-моему, тоже, она же, просто с ней уже все хорошо стало. Вот, в этом сюжете, в общем понятно, что это такой замечательный многостраничный манускрипт, вот, и мне кажется, что это лучший источник для реконструкции костюма священника, вот, но другим не располагаем. Всякие плохие вещи тут с ними происходят, их распинают, мучают, отрубают им голову и так далее. Вообще, честно говоря, довольно садистская книжка, вот интересно, кто-то заказал, как бы о торжестве христианства, а там вообще какие-то садистские картинки. Вот, как было, почему, почему такой выбор, вот, есть о чем тут поразмыслить. Вот, и как складывалась их мораль после прочтения таких книжек. Вот, значит, что действительно фиксируется археологами, очень хорошо, как маркер смены вот этой основной парадигмы верования, это погребальный обряд. Значит, тут есть много, нет картинок, но есть много мыслей. Значит, собственно говоря, основная перемена в погребальном обряде, которая происходит в X веке, это переход от кремации к ингумациям. Она долго идет, 12-го на окраинах древнерусского государства до 14-го века это будет продолжаться. Да, то есть перестают сжигать покойников, начинают их просто класть в землю в том или ином сооружении, в гробу, в плащи, в кожах, в бересте, значит, или в погребальную камеру целую закладывать. Да, вот, собственно, разные трактовки у этого явления были. Да, вызывало сомнение в первую очередь обилие тех вещей, которые им клали с собой, потому что помимо, ну, собственно, одежды, да, вообще покойников не раздевали, да, поэтому неудивительно, что у них там пуговки или фибулы обнаруживались. Вот, ну, и даже нож, наверное, тоже мог обнаружиться, но помимо одежды все-таки им туда клали очень много предметов, которые, ну, христианская религия как-то не предписывает класть с собой, например, хотел сказать, кастрюлю с супом, горшочек с супом куриным, да, вот, никак не вписывается в наши трактовки. Хотя, мне кажется, это трогательно, как бы, дедушка умер, ты ему супа в дорогу. Вот, ну, здорово. Как в анекдоте про медьков, когда цветов не было, шоколадку купил. На самом деле, это очень по-людски, мы говорим, что это такое нарушение страшное, а мне кажется, что это такое по-человечески проявление заботы о том человеке, которому уже, в общем, все равно, а ты еще нуждаешься в том, чтобы проявлять эту заботу. Вот, значит, и, соответственно, вот этот вот богатый погребальный инвентарь, он вызывал всегда у историков больше всего вопросов, то есть, вот трактовка вызывала больше всего вопросов, то есть, что это такое, это смесь язычества и христианства, христианские символы, то есть, там оружие, посуда, значит, шмотки запасные какие-то и бабахнательный крест. Вот, живите с этим, да, что это за погребальный обряд, он христианский или языческий? Значит, ну, всякие мэтры древности на эту тему говорили разное, там Уваров писал, что столкновение в одной гробнице предметов христианства с погребальным обрядом языческим может объясняться лишь тем, что предметы эти не имели настоящего своего значения для лиц, которым они принадлежали. То есть, короче говоря, кресты они носили, но не знали, что это значит. Ну, довольно странно, но так он считал, во всяком случае. Вот, значит, Рыбаков, довольно популярный, да, герой, его осуждал предыдущий докладчик, я присоединюсь, вот он, так сказать, выступил с концепцией такой развитого, очень богатого язычества, которое он реконструировал, ну, по тем источникам, в которых современные исследователи уже не видят того, что видел Борис Александрович Рыбаков. Вот, тем не менее, Рыбаков все-таки плоть от плоти советский историк, в советской же парадигме, так сказать, марксистской писавшей. Вот, и в его работах, конечно, прослеживается вот эта вот социальная подоплека, может быть, приписываемая, да, которая выводит на концепцию языческой деревни, которая сопротивлялась феодальному гнету, христианскому городу, вот, собственно, христианскому феодалу, который, ну, да, вот этим вот, значит, представителям народа, которые в виде сопротивления продолжали исповедовать языческие верования. Вот, значит, исследователь Мусин Александр Евгеньевич, он как раз вот несомненно, вернее, как сказать, без сомнений полагает, что переход к ангумации это яркий, четкий и, в общем, довольно понятный маркер перехода к христианству, да, то есть это вот, он считает, что это несомненно так. Вот, значит, Николай Андреевич Павлов полагает, что приняв крещение, люди сохраняли привычный образ жизни и старой социальной связи. Вот, следуяризую с его точкой зрения, на мой взгляд, вот этот языческий обряд, это привычное социальное деяние, оно не демонстрирует какого-то неподчинения, да, вот мы крест положим, а на зло еще и там тетерево туда, значит, так сказать, вот задушим и положим в эту могилу. Это способ оказать, ну, социальное уважение такое, да, то есть, в данном случае это действительно привычные бытовые деяния, они не стали ходить все на голове, покрестившись, да, они только некоторые вещи стали делать, и это как бы наложилось на их, таким было, бонусом к их привычной жизни. Вот, значит, ну, и солидируюсь, как ни странно, с Петручином, во всех остальных вопросах обычно не очень, вот, а тут, да, согласна, он полагает, что не было никаких двух самосознаний, да, была такая концепция двоеверия, да, что люди, вот, они двоеверны были и в язычество, как бы, вот, и в христианство, они, как бы, погружались одновременно, вот, и как-то это разделялось. Вот Петручин говорит, да нет никакого отдельного самосознания, есть христиане, есть христиане, какие есть, вот, вот мне нравится и эта идея, и я, знаете, исповедую концепцию плохих христиан, мы почему-то сразу хотим, чтобы у нас древнерусское население были какими-то праведниками, чтобы у нас вот эта вот элита городская, которая в камерных погребениях лежит, чтобы они прям в рай сразу попадали после смерти, они были обычные люди, у них были свои страсти, свои грешки там были какие-то, они были, могли имели право быть плохими христианами, вот, они зарывали своих товарищей, клали им туда всякие вещи, священникам говорил, не клади, они все равно клали, вот, ну, это же логично, священник себе говорит, не пей, а ты все равно пьешь, да, там что-нибудь там, пастись, а ты все равно не пастишься, вот, как бы они могли быть такими, это не значит, что они не христиане, ну, просто такие, такие вот, грешные люди, так, вышел свет, и опять ничего не видно, вот, собственно, самое известное проявление, да, вот этого удивительного раннего христианства, это камерные погребения, они сейчас уже довольно хорошо известны, Кирилл Михайлов защитил по ним диссертацию и написал книжку, вот, самые, наверное, рано открытые погребения, это, конечно, киевские вот эти вот замечательные гробницы, опубликованные, собственно говоря, Ивакинами, и прорисовки, к сожалению, да, вместо картинок, но у нас тут с вами такие картинки, не очень видимые глазом, вот, то есть это крупные сооружения, явно большие, чем нужно по размеру тела, такие там 2 на 2, 2 с половиной на полтора, там и так далее, вот, в них богатый вещественный инвентарь, и тело, естественно, погребенное по обряду ингумации, вот, иногда при нем есть какие-то христианские символы, так, как бы листануть дальше, вот, ну, про киевские вы почитать, так можете, вот, известны, конечно, и другие, да, в других городах, в Гнездове, естественно, очень известные, но про Гнездово вам другие такие расскажут, давайте я вам про Псков лучше расскажу, потому что я все-таки по Пскову специалист, вот, и у нас замечательное есть камерное погребение, первым было открыто погребение, которое получило название Варяжская гостья, это первое погребение, значит, третьего, второго Занесенского роскопа, если я не путаю номера, но погребение точно первое, вот, значит, ну, и при даме, которая там была захоронена, позолоченные фибулы, серебряная лунница, серебряные же застежки и подвески в виде монет, серебряные браслеты, гривна, и нательный крест из серебра, вот, значит, он был целым, когда его положили, но немножко попортился в процессе уже лежания в культурном слое, значит, и небольшое количество шелка, вот эти вот там ошмёточки замечательные, это этот самый шелк, я почему об этом так говорю, потому что в реконструкторской среде в последнее время такая активизировалась тенденция варяжской гости и называть весь камерный некрополь Пскова, включая мужчин и женщин, нет, товарищи, там много погребений, не все они варяжской гости, вот в погребении варяжской гости нет огромных кусков шелка, которые вы так любите приписывать ей, у неё вот кусочек 3 на 3 сантиметра, даже меньше, вот, поэтому нет, это всё не одна такая большая богатая женщина со всеми вещами, вот, значит, погребальная камера у неё тоже была такая почти квадратная, вот, с множеством бытовых вещей, котлом, нет, не котлом, а тазом, значит, сделанным из меди, вот, значит, и всякими бытовыми предметами, вот, так, не знаю, насколько вам видно, да, это вот это вот 3D такое изображение, это погребальная камера, в общем, умная-то такая, по сути, с вами бревенчатая, вот, надо сказать, что большое количество усилий тратили современники на сооружение этих бутниц, что-то их заставляло это делать, вот, то ли уважение к этим людям, то ли новая религия, но тем не менее это было так, раньше бы они, конечно, устроили огромный костёр и сожгли, очень занимает меня вопрос, что было дороже, соорудить мега-костёр, чтобы всё это сжечь, или построить мега-курган с камерным погребением внутри, почему-то мне кажется, что костёр дороже, но может быть, я ошибаюсь, вот, то есть, может быть, экономическая подоплёка тоже там была, вот, так, не работает оно, собственно, ещё одна погребальная камера, чудесная, третье погребение старовознесенского некрополя в Пскове, тоже там масса вещей, ну, богатый костюм, вот, у дамы, которая там захоронена, но ей был положен второй запасной костюм, камеру эту ограбили в древности, вот, а второй запасной костюм мы не нашли, ну, вы понимаете, что обычно, когда мы хороним, да, в христианской традиции сейчас, мы как-то вот запасное бельё не кладём, а вот они положили с украшениями, там, со всеми пирогами, вот именно в третьем этом захоронении были найдены тем самым роскошные шелка, которые подорожат воображение реконструкторов, да, это не варяжская гостья, это другое захоронение, огромные свечи в больших количествах, вот эти вот штуки в правом нижнем углу, да, конусообразная и такая палка здоровая, это всё восковые раз предметы, вот, процессионные свечи, которые использовались при погребении, то есть, в общем-то, мы вправе реконструировать некий обряд хождения со свечами, который предшествовал засыпке могилы, ну, каков именно он был, мы, конечно, тоже не знаем, вот, но предполагаем, так, ну, это её погребальная камера, наверное, не видно особо, здесь ничего, и тоже такое яркое ещё одно захоронение, мужское, одно или второе, вот, захоронение с предметами вооружения, в данном случае, это топор, вы его как раз хорошо видите, а вот те остальные кусочки, это кусочки наверший каких-то и обкладочки, то есть, это навершия то ли скромосакса, то ли сабли, трудно сказать, по такому кусочку, значит, и какие-то обоймицы для ножей или чего-то подобного, трудно сказать, может быть, одно из них скромосакса обоймица, вернее, одно из них сабля обоймица от скромосакса, но тут только гадать можно, это всё фрагментики, вот, значит, ну и, собственно говоря, текстильные фрагменты, вот эти бесформенные штуки в правой части слайда, это тоже как раз шёлка, прекрасно, вот, значит, в том захоронении как раз тоже личные атрибуты христианства и были, и о них теперь мы поговорим подробнее, значит, сейчас мы как определяем христианин для человека, смотрим, крест на тебе есть или нет, у нас это вошло в пословицы, значит, в 10-11 веке, по всей видимости, это было не так, им вообще не обязательно было носить крест, это было проявление их особого благочестия, и об этом много писал Мусин, как раз, которого я уже упоминала, вот, то есть для них приход христианства был в том, что они участвовали в, ну, церемониальных разных вещах, да, участвовали в таинство, ходили в церковь, и в том, что они покойников стали хоронить по-другому, а надел ты там крест или не надел, это, видимо, доп, так сказать, часть вот этого проявления вот своей религиозной, чего там, самоидентификацией, да, то есть есть такая гипотеза вообще, что в быту они носили крестов меньше, чем клали их в могилы, что это был такой маркер для уже загробного мира, то есть не перепутайте, этот парень был христианином, мы кладем ему крест с собой, действительно, такие кресты есть, которые в повседневности носить как-то неловко, значит, неловко, викингу все ловко, вот, значит, набор, набор вот этих ранних крестов, он ограничивается с очень небольшим количеством типов, вот, это кресты, вырезанные из пластины, вот их, может быть, и не носили в повседневности, но клали в могилу, вот, ну, очень мало находок, на самом деле, чтобы судить, вообще, в археологии считается, вот, 200-300 находок, это то, на чем можно делать вообще какую-то статистику, а у нас там 20-40, да, этого маловато, поэтому мы часто вилами по воде пишем вот в этой сфере, да, оперируя такими сравнительными какими-то категориями, то есть поэтому у нас не четко так в этом отношении, да, то есть мы и осторожничаем, да, вообще это полезно в науке осторожничать, вот, и просто мало данных, вот, значит, дальше есть категория таких вот трапециевидно-конечных крестов, не все их выделивают, мне кажется, это довольно справедливо, учитывая византийское наследие, значит, есть кресты с так называемым грубым изображением распятия, это вот в третьей, да, в верхнем ряду, и уже сравнительно массовая категория, но не всерьез массовая, а сравнительно с этими всеми, это категория так называемых крестов скандинавского типа, у них есть несколько разновидностей, они в основном вот в бытовании у реконструкторов, потому что их датировка захватывает десятый, в основном одиннадцатый век и заходят потом в двенадцатый век, вот, значит, они разные по размеру, разные по материалу, значит, хотела, конечно, показать вам много картинок в условиях такой освещенности прекрасной, это несколько теряет целесообразность, целесообразность, куда там я должна это, ага, ох, значит, предыдущую картинку, которую я вам показывала, это находки из Пскова, да, значит, и чтобы показать, что этот набор не случайно у нас в Пскове сложился, показываю находки из Моравии, из территории Руси, тот же самый набор символов, но тут, конечно, мельче, поэтому, наверное, не очень понятно, что там, ну, в общем, те же категории, что касается крестов, вырезанных из пластины, вот они собраны на этом слайде, значит, есть находка даже креста, вырезанного из арабского дирхема, то есть ему в треугольничке вырезанное и получился такой крест замечательный, мальтийский на вид, ну, с современной точки зрения, мальтийский, значит, вот его положили в могилу, то есть такое чувство, что его не носили, а с другой стороны находки с территории Скандинавии показывают вот эти вот кресты, там верхние, да, верхние на вот этой таблице, которые довольно хорошо обработаны, все-таки у них ушки приклепаны как надо, и они такие из толстенькой пластины сделали, сделаны, ну, интуитивно как-то хочется все-таки предположить, что их могли носить и при жизни, наверное, это все-таки отдельная категория крестов, не такие вот времяночки, а то, что носилось, в любом случае, в бирке эти предметы выглядят как нечто доделанное, нескоропалительно исполненное, вот, ну, и по форме они действительно, так сказать, вот, ассоциируются с византийскими крестами нательными в том числе, так что, наверное, это отдельная такая категория, вот, ну, есть совсем-совсем простые изделия, вот, чаще всего они украшены пансонным орнаментом, то есть, кружочками набитыми, да, собственно говоря, чеканом, вот, вот такая категория, это первая, далее, значит, то, что форма их не случайная, поддерживается находками с территории Моравии, там есть вот такие вот свинцово-оловянного сплава кресты с изображением, ну, мы не знаем, кого, может быть, христа, может быть, это какой-то орант, да, то есть, молящийся, в пользе оранты, в пользе оранты святой, вот, значит, и кресты вот ровно такой же формы, они такие хлипкие, тоже очень похожи вот на эти кресты, то есть, видимо, это вот та же линия, да, связь с Болгарией и Моравией культурная, да, то есть, восприятие христианства не из Византии напрямую, а через вот всех этих христианских соседей, да, восточной традиции, восточной христианской традиции, вот, значит, в Пскове у нас всего две находки крестов, вот, один из них вырезан с пластиной действительно выглядит как что-то такое наскоро сделанное, второй вот вполне насильный такой крест как раз камерного погребения, вот, значит, вы видите два черных квадрата, значит, но это литейные формы, в которых отливались кресты трапециевидные, с трапециевидными концами, с трапециевидными лопастями, вот, значит, ну, на правом можно все-таки наблюдать, да, это из раскопок в Херсоне крест, то есть, видимо, это все-таки делалось, ну, надолго носилось в повседневности, все зависло, значит, ну, ладно, тогда не будем на них останавливаться, в общем, эти кресты существуют прекрасные, они не содержат ни текстов, не содержат даже убедительного изображения самого креста, то есть, образ креста это сама его форма, еще один черный квадрат, вот, значит, с точки зрения современного священника, наверное, возникли бы сомнения, крест ли это вообще, или какая-нибудь подвеска в форме цветочка, вот, из всех, значит, ранних крестов изображение Христа содержит только крест с грубым изображением распятия, то ли он будет дальше, то ли мы его пролистать, вот, ну, перейдем тогда как раз вот этим крестам скандинавского типа, у них тоже очень хитрая иконография, там тоже нет ни надписей, ни каких-то изображений, ну, так сказать, гонного типа, то есть ни изображения распятого Христа, ни каких-то святых, ничего такого, значит, там такая композиция, кружочка на концах лопастей, в центре либо кружочек, либо ромбик, и иногда на концах перехваты, что это символизирует, мы вообще-то не знаем, вот, у них есть разновидности, в науке было несколько попыток их классифицировать, да, вот этот вот слайд из публикации Фехнер, которая первая их картировала, значит, вторая попытка, можно следующий там, значит, из статьи Кананович, вот, такая критикуемая достаточно попытка, давайте дальше, вот, и еще дальше, вот, значит, ну, важно отметить, что она выделяет два таких, два размерных ряда, большие серебряные кресты, которые клали в захоронение, и маленькие бронзовые, которые встречаются везде, вот, но на самом деле в ее сводке видно, что и большие встречаются, и в кладах, и в культурном слое поселения, и маленькие тоже встречаются практически везде, поэтому там такой корреляции, к сожалению, не получается пока, то есть такое чувство пока, что они всякие встречались всегда и везде, да, то есть такие вот региональные разновидности, почему так? Потому что технологически, видимо, большинство из них сделано по восковой модели, то есть это индивидуальный резко всякий раз, поэтому они вот такие разные и получались, иногда они двусторонние, иногда двусторонние, с моей точки зрения, перехваты на концах лопастей, такие прям какой-то такой вот, такие завязочки, как будто бы там отлиты, восходят все-таки к изображениям Христа на крестах с распятием, но это тоже опять-таки мои фантазии, может быть, это все действительно не так, в декорации отдельных крестов, например, вот этого первого, некоторые видят птицу, такое ощущение, что это ворон с распростертыми крылами и хвостом, а вовсе не крест, но понятно, что Бэтмена может увидеть каждый в любой скандинавской резьбе, как известно, это такое дело неблагодарное, в общем, такая композиция с точки зрения вот этих вот древнерусских христиан, это был вполне себе нательный крест, это мы видим по положению его, так сказать, теле, еще один вопрос, который как раз тот, который смущал Уварова в свое время, почему они в украшениях, почему они куда попало подвешены, действительно, такие кресты встречаются в ожерельях и иногда по несколько предметов вместе, бусы и вот такие кресты, с нашей точки зрения, это, конечно, страшная дичь с точки зрения современного христианина, то есть когда ересь, какое-то народное христианство, даже может быть не христианство, какое-то отклонение, но с другой стороны, в этнографии мы зачастую тоже видим такие примеры, в народности Сета, например, которая проживает в Псковской области, мы в XIX, в начале XX века видим огромные ожерелья, в которых такие, ну не побоюсь этого слова, канонические нательные кресты, с монограммами Христа, Иисус Христос, Ника и прочее, с изображением, собственно говоря, голгофа и так далее, повешенные по шесть штук в ряд и между ними, собственно говоря, серебряные бусины. Для них это было проявление особого благочестия. Один крест повесил, молодец, два раза молодец, шесть, шесть раз молодец. Вот, ну мы гадаем, да, значит, почему так? В общем, это не значит, что они такие язычники и крестки вверх ногами повесили. У них такие были странные формы благочестия, да, вот, то есть они не обязаны были, так сказать, быть хорошими христианами. Почему мне эта концепция нравится? Плохих христиан. как это? Каюсь, каюсь, батюшка. Вот. Так, значит, ну, в общем, вот это вот самое, самое такое распространенное, наверное, атрибут. Вот. Значит, в последнее время их количество изрядно умножилось, потому что раскопки в Суздальском Аполье, которые ведут экспедиции Института археологии, уже не в погребениях, а населищах, нашли, их довольно большое количество. Вот последняя публикация, это какой, 20-й год, и 23-го года еще какая-то есть публикация, да, значит, это совместная, вот как раз, сводка, выполненная Зайцева и Макарова. Вот, то есть большое количество, в том числе фрагментированных, то есть это бытовая, типичная, видимо, для повседневного облика такая вот вещь. То есть в качестве такого, не скажешь массового, обычного проявления христианства, да, это довольно обычно. Ох, не туда я куда-то листаю. Вот, так что, да, реконструкторов агитируют за эти кресты, наверное, это самая-самая типовая штука. Вот. Так, это куда-то, я, по-моему, не туда листаю. Так, ну, вот их тоже большое довольно количество. Значит, что касается контекста, в котором они находятся, вот типичный вариант, парное захоронение, два креста, женские и мужские вещи, ну, мужские тут очень хорошо как раз видны, топорик там внизу, мяч, да, вот, собственно говоря, в полном, так сказать, этом социальном, как я считаю, наборе, да, его захоронили и бракировали его, вот эту самую идентификацию религиозную как христианскую. Вот такое, такое оно христианство раннее. Вот. Значит, это этот Плесненск, Плесненск, да, вот, там как раз довольно много таких замечательных изображений. Очень известный крестик во всех каталогах он есть, это как раз, собственно говоря, Владимирские курганы, значит, тоже вот типичный такой скандинавского типа, да, он тоже туда относится. Вот, значит, наши псковские находки, вот тоже две, одна из курганной группы Залахтовья, а вторая из как раз камерного некрополя в Пскове, мужское захоронение, тоже со всеми атрибутами прекрасными, здоровенный крест у него на шее, у него еще серебряная тамга была, значит, видимо, видимо для вершения суда и сбора налогов. Да, вот она как раз, тамга сверху, а этот самый крест внизу. Так, это же они, ой, тут не видно. Значит, откуда эта иконография взялась, науке неизвестно, вот, есть разные гипотезы, мне нравятся гипотезы, что они, узор этот берут, наверное, с конской узды, только не непосредственно, а постепенно, так сказать, вот этот образ изменяется, вот, потому что там все эти перехватики, трехчастность, вот это все присутствует. Значит, в принципе, мы знаем, что трехлопастные, как это не аргумент, конечно, это скорее аналогия движения мысли, вот, да, трехлопастные, трехлистные фибулы, скандинавские женские, тоже вот находят, так сказать, истоки свои в декоре именно фурнитуры ременной. Вот, и здесь вот эта линия тоже кажется мне вполне возможной, во всяком случае, вот эти уздечки с территории Моравии, они как-то перекликаются с этими предметами. Более того, на территории Моравии со временем на уздечках появляются предметы, откровенно, с христианской такой символикой, вот, уже бронзовые, то есть они и сами эволюционировали на своей собственной территории. Так, значит, помимо нательных крестов, да, значит, в это время появляются первые энклопионы, как я уже говорила, потому что зарождается культ мощей, но им сначала мощи брать было неоткуда, так сказать, соседей там немного, они себе намародёрили, как там, культурное мародёрство, как бы паломничество может легко перейти в культурное мародёрство, если у вас есть оружие. Вот, значит, ну, вот этот вот облик первых энклопионов, это такие трапециевидно-конечные равносторонние кресты, вот, они близки как раз к крестам с грубым изображением распятия, вот их основная форма, вот, и встречаются в разных местах, вот, значит, здесь это что там, Могилёвское Поднепровье, вот, находки таких крестов, да, это великомаравские кресты такого типа, значит, а это уже энклопионы, о которых я начала говорить, вот как раз энклопионы Старой Ладоги, едва ли не самые ранние, да, на Руси, вот он имеет тоже самую форму, то есть это вот их были такие вещи для элитных, социальной точки зрения, для элиты христианского сообщества. Так, ну, с крестами надо уже завязывать, по-моему, да, нет, про энклопионы ещё скажу, что энклопионы так называемых сирийских типов, да, сейчас Анна Анисимова-Пескова уже пишет уверенно, что это тоже византийские вещи, вот так они выглядят, это классическая их иконография, на лицевой стороне распятие, на обратной стороне богоматерь Аранта, это вот такие нагрудные реликварии ранние, да, тоже, вот, и есть нетипичные варианты с изображением святого Георгия, разных других святых, они все подписаны греческими буквами, прочитать нехитро это всё, значит, прекрасный, кстати, источник по костюму, потому что это такие замечательные гравированные примитивы чудесные, так, так, в общем, находки эти есть, львиная их доля в культурном слое поселений, редко-редко, может быть, один раз, наверное, они встречаются в погребениях, но, как вы знаете, в 12 веке это делать запретили, поэтому неудивительно, что они встречаются, не встречаются в погребениях в большом количестве, так, так, пардону, прошу, очень много времени мы с вами тратим на то, что я не могу перелистать всё, вот, ну, тоже ранний облик энклопионов, да, это как раз с территории Болгарии, скорее всего, византийская работа энклопионов 10-11 века, тоже в нашу эпоху как раз попадает, но что в них хранили, мы уже, наверное, не успеем обсудить, я так думаю, что там уже время истекает, а 20 минут ещё есть, а, прекрасно, вот, значит, на самом деле, мы привыкли считать, да, что вот то, что в этом нагрудном кресте, это, конечно же, мощи, что не все таскали частицы благочестивых, покойных, вот, это не совсем так, поскольку категория реликвий, она имеет много гитек, да, значит, имеет много разновидностей, значит, есть такое представление о реликвиях первого порядка, то есть это действительно мощи святых, не всякий мог себе позволить частицу мощей святых, это их сейчас на авито можно купить, не верите, не верите, если проверьте, можно, вот, прям вбиваете мощи, и все, успех, вы богаты, вот, значит, для утешения тех, кто не мог получить себе реликвию, да, второй вид разновидностей, да, вот реликвии первого порядка, это, конечно же, частицы, собственно говоря, креста, на котором был распят Христос, да, вот, тоже, естественно, их не должно быть очень много, вот, значит, и в традиции они получают наименование честного древа, вот, но это же наименование получают практически все реликвии, которые являются деревянными, по сути, и это уже так называемые реликвии второго порядка, это что-то, что соприкасалось с вот этой вот реликвией первого порядка, например, ковчежицу, у вас хранился какой-нибудь палец святого Климента, он хранился в ковчежке, в ковчеге каком-то, он там, может быть, хранился, ну, там, 50 лет хранился, кто-то решил заказать ковчежец побогаче для него, там, золотой, что вы делаете с этой старой коробочкой, вы ее распиливаете на множество кусочков, она же 50 лет нам трогала палец этого святого, да, это уже сама по себе реликвия, и представление средневекового человека это тоже честное древо, то есть оно освещено некой вот этой святостью первичной реликвии, поэтому неудивительно, что у них было множество деревянных кусочков, которые они почитали по каким-то причинам, они-то еще помнили, почему это было так, для нас это уже сейчас немножко диковато, вот, и разнообразные текстильные вещи, то есть там площадица, которой был покрыт какой-нибудь гроб, какая-нибудь рака, значит, какая-нибудь ткань, которой омывали что-нибудь, вот, значит, какие-нибудь нити, которыми что-нибудь было связано, это все, короче говоря, превращалось в реликвии, реликвии второго порядка, и они их почитали точно так же, поэтому со временем вот это количество реликвий срастает, просто естественным образом, вот, и именно поэтому в 12-13 веках возникает такой пик, значит, реликвариев, собственно говоря, энклопионов, то время, про которое мы говорим, это только-только зарождение этого, так сказать, этой моды, да, религиозной, они, кстати, не всегда крестовидной формы, византийские энклопионы там бывают круглые, квадратные, квадрифалийные, вот такие вот, значит, чем тут, миндалинкой, вот, значит, еще один сложный вопрос про атрибуты христианства, это каменные кресты, предание дало им название крестов-корсунчиков, или корсунских крестов, да, якобы, вот Владимир их вывез, там, так сказать, в больших количествах, их чертовски трудно датировать, как ты датируешь каменный крестик, да, вот как-то, ну, штучка такая универсальная, форма их в разное время не менялась, они все вот примерно такие, значит, что мы про это дело знаем точно, что это, во-первых, связано с традицией паломничества, значит, что популярность вот этих вот крестов, да, а многие из них сделаны из красного камня, это либо розовый мрамор, значит, либо перофилит, розовый шифер, значит, либо вот какие-то близкие к тому камни, значит, это связано с верованием о том, что гробница, в которой был захоронен Христос, да, это же была гробница Иосифа Аримафийского, он как бы себе подготовил, но тут случилась неожиданность, да, и как бы распяли Христа, и он свою гробницу уступил, вот, значит, она была скальная, то есть она была в скале вырублена, а потом уже, когда строили храм, который мы знаем как храм Гроба Господня, да, на самом деле, это храм Воскресения, то эту гору обтесали, да, и как бы из гробницы уже получилась такая довольно приличная построечка, да, известная сейчас как Кувуклия, да, она там до сих пор есть, вот, так вот она из такого розоватого мрамора, и считалось, что вот камушки, которые при разрушении этого лишнего как бы покрова, значит, они вот растащились все на реликвии, со временем из них понаделали крестов, вот, значит, и, собственно говоря, это порождает вот такую моду на Руси, значит, потом, там уже, конечно, никакой не, значит, иерусалимский мрамор, там начинают из-под Днепровского розового шифера, их дело, действительно, там есть целые мастерские по его производству, но, видимо, это отголоски той традиции, наверняка, мы, конечно, не скажем, то есть это как все, что мы думаем про духовную культуру раннего Средневековья, это все, конечно, из головы, даже, может быть, от головы, вот, значит, вот такие пироги, но эти каменные кресты, это, несомненно, тоже проявление раннего христианства в материальной культуре Древней Руси, так сказать, в комплект их можно, да, отвечая на невысказанный вопрос, вот, значит, и есть такой, такая яшма, плагиокласс, еще называют этот вид яшмы, она такая зелено-желтая или сочетание зеленых, значит, цветов, тут уже отошлю вас к изысканиям, значит, Мусина Александровна Евгеньевича на эту тему, вот, значит, он полагает, что тоже из каких-то построек, зачастую античных по своему происхождению, использованных потом в христианских церквях в качестве элементов алтаря, тоже со временем стали нарезать вот эти вот кресты, вот, и они получили какое-то тоже свое почитание, с ними связаны были какие-то, может, даже суеверия, потому что иногда встречается вообще этот камень, просто плагиоклассовый парфирит, да, если я не ошибаюсь, вот, оправленный в золото, вот, вот такая история, значит, а в культурном варианте, вот они, если вам видно, то в таких серебряных окладках-колпачках, они тоже в 12 веке, на самом деле, войдут в моду, то есть тоже наше время они так едва-едва затрагивают, вот, и они будут уже в кладах, вот этих вот с зерненными всякими украшениями, там, всякими женскими, всяким женским приданным, вот, таким красивым. Так, едем дальше. Последняя категория, про которую я хотела сказать, уже не про кресты, это бытовые вещи, на которых начинают появляться христианские изображения. В первую очередь, это, конечно, кресты, да, собственно, изображения крестов. Традиция старая, да, традиция старая, есть совершенно ранние пряжки, вот, значит, считается, что это такая византизация культуры Барбарикума, процитирую, собственно говоря, автора публикации, а это был Канзанский, вот, значит, вот, такой вот, казалось бы, на поясе крест, да, какая дичь, но нет, это тоже такое проявление благочестия, вот, то есть изображение входит, входит, этот вид изображения входит в моду. Так, значит, тут ничего не видно, но это тоже пряжки с крестом, пряжки с бруя, что попало, и на всем этом кресты. И в Мораве даже есть изображение святых, это, собственно говоря, ременный наконечник, и на нем какой-то орант, может быть, оранта, значит, есть, но подписи там нет тоже, значит, тоже разные кресты. Появляются подвески с мотивом креста, как они трактовались, мы не знаем, да, тоже фиксируем вот это вот явление. Значит, дальше, как картинки, бра более позднее время, но они призваны проиллюстрировать, на чем еще вы можете нарисовать или вырезать крест в знак своего, так сказать, благочестия ранее, средневекового. На записной книжке на цере, да, на восковых дощечках, на сосуде гончарном, на деревянной чаше на днище тоже можно вырезать крест, это тоже будет таким проявлением христианства. Вот, но бытовым, конечно же. Мы не знаем, погладили бы их за это или поругали священники. Мне кажется, они были очень лояльными вообще к разным народным проявлениям. Вот, что мы тоже наблюдаем, что не просто в быту кто-то нацарапал, а что и гончары, которые работали на богатый, да, так сказать, вот спрос какой-то, то есть люди, которые производили, допустим, поливную посуду, тоже вводят вот эти символы, и смотрите, такая же форма крестов, как на процессионных византийских крестах, да, то есть вводят их в декор блюд, потому что они пользуются, видимо, ну, спросом, да. Значит, на наконечнике ножен, да, тоже может появиться изображение креста, проявление ли это благочестия, ну, почему-то, они не птичку там нарисовали, что-то крест, да, наверное, да. Вот, значит, и в Геральдике отдельная тема, кресты в Геральдике вообще в личных символах, на перстнях, да, вот эти благочестивые надписи, это византийская традиция, она приходит на Русь, вот, на печатях это всё есть, и это тоже византийская традиция, которая приходит с фрагистику, и в Геральдику древнерусскую в знаке Рюриковича тоже изображение креста со временем приходит, да, не X-XI век, попозже, но тоже там крестики возникнут, но, возвращаясь к истории про тамгу, да, серебряную, найденную вместе с крестом нательным в камерной гробнице в Пскове, там есть картинка, которую вы тоже не видите, это такая трапеция, которую венчает башка птички, которую венчает, в свою очередь, изображение креста, вот, то есть в ранней Геральдике, да, он там Максим Юрьевич Купаков демонстрирует эту штуку вживую, вот, как гордый обладатель, очень хорошо, как говорится, пронесите по рядам, вот, значит, и интересный аспект проявлений бытовых христианства это деньги, значит, монетки в целом в быту древнерусском, они не очень часто появляются, то есть, собственно говоря, только те ребята, у которых есть там весы, чтобы взвешивать деньги, и те люди, которые собирают штрафы, иногда платят штрафы, они с деньгами имеют какое-то общение, но монеты часто появляются в христианских захоронениях, в двух видах, первое, это обол мертвых, какой черт обол мертвых, скажете вы мне, это что-то античное, как бы в христианстве нет, но из Византии вместе с христианством Русь получает и кучу суеверий, в том числе античных, они получают змеевики с изображением медуза горгоны, они получают традицию в зубы вставить покойнику монетку, и действительно, в некоторых регионах, в Пскове, например, у нас нет, в захоронениях, золотая пластинка покойнику вставлена, то есть, это такое вторичное, что ли, проявление, даже какого-то просто греческого, значит, благочестивое, и второе проявление связи христианства с монетками, это крестильные дары, у нас есть находки, вот там вторая монетка, находки, когда серебряную византийскую монету покрывали золотом, приклёпывали к ней ушко и носили вместе с крестами как бы в одном уборе, то есть, это память о крещении, полученном, ну вот, как бы торжественно, то есть, это важный такой знак связи, поэтому парадоксально, но монетки, это тоже проявление христианства. Ну, собственно говоря, уже не переключить, но на этом надо закруглиться.